Друзья, всем привет! Вы на Политок Онлайн, с вами я Денис Пахилов, Вадим Карасёв, сегодня в нашей студии. Вадим Юрьевич, здравствуйте! Да, здравствуйте! И добавим, говорит и доказывает Карасёв, так что надо подписываться, подписывайтесь, подписывайтесь, пишите, пишите, звоните в звонок, в колокола, бейте в колокола, в набат! Давайте начнём... Ну не забудьте подписаться, говорит и доказывает Карасёв. Да, друзья, не забывайте, начнём с самого горячего события за несколько последних дней. Это Сергей Шефир и обстрел его автомобиля. Ну, точнее, не его автомобиля, автомобиля из квартала 95, как сказал сам господин Шефир. Полиции заявили, что целью нападения было убийство Шефира. Видеокамеры наблюдения на этом участке отсутствуют. Логично, это дорога между двумя сёлами на Киевщине. Кстати, тоже возможен вопрос. Может, нам нужно везде теперь ставить камеры, непонятно же. Правоохранители рассматривают три версии совершения покушения в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство и с целью дестабилизации политической ситуации в государстве. Сам Шефир говорил, что цель – это запугивание высшего эшелона власти. Вы как считаете, Вадим Юрьевич? Ну, примерно так же. Это же стреляли по машине Шефира, но вообще-то метко лицелились выше руководства. Предупреждение и так далее. Вопрос, поэтому я отметаю сразу версию, венценировку. Что вот сами придумали, и давайте я сяду в машину, пусть на меня постреляют. А если что-то не так пошло? А если что-то не так пошло? А если что-то промахнется? Ну, то есть промахнется, скажем так, не так, как здесь, а промахнется в человека, в цель. Ну, это тоже пошла конспирология вчера, я уже как бы пытался все-таки как-то вразумить, что так не бывает. Попробуйте, я вам предлагаю, давайте инценировать. И вы садитесь, и вы же, наверное, думаете, а вдруг там, если даже патроны холостые, а вдруг там боевые будут патроны? А вдруг это меня так подставляет? Ну, это несерьезно, так? Несерьезно вот эта версия. Что касается других версий там, что это там заказы олигархов. Ну, олигархах есть медиа, у них есть другие способы влияния. Вообще, наши олигархи, они привыкли работать больше деньгами, подкупом, чем вот такой открытой войной, так, такой полупартизанской и какой угодно. Поэтому тоже отметают. А вот интересно, что после снятия Авакова, так, все равно начали возвращаться воры в законе. И вот это, воры в законе, контрабандисты и так далее. Вот этот, как бы так, второй эшелон олигархии, или третий эшелон олигархии, так, такой полукриминальный, он мог быть, конечно, ну, скажем, заказчиком вот этого действия. Но в любом случае, вопрос же в другом. Что дальше? И что это означает? Это означает серьезность ситуации. Вот не случайно наш президент из Нью-Йорка, во-первых, выпустил видео, а потом выступление это внес. Это значит, что теперь ситуация борьбы против олигархов, против всех недовольных, против сопротивления, которое нарастает, скажем так, в среде элит. Эта ситуация теперь будет рассматриваться серьезно. И раз это было покушение на убийство, то тогда это уже война, это уже казус белли. Для, так сказать, повод для внутренней войны против олигархов, против мешающих проводить большую трансформацию, против тех, кто недоволен, тех, кто собирается выступить единым фронтом и так далее. То есть, когда мы с вами неоднократно говорили о том, что в этом сезоне это главный его вопрос, кто кого, это борьба за власть. Главный вопрос революции, это вопрос о власти. Вот он и сейчас как раз и происходит. Теперь, скажем так, какие-то, ну скажем так, сомнения, какие-то нравственные муки, что вот нельзя действовать решительно на грани, скажем так, закона и не совсем законных методов, они могут быть отметены, потому что покушение на лучшего друга. Это же не просто чиновник, это не просто какой-то там министр, так, и министры тоже не надо допускать это. Это не по нашей политической культуре, не в нашей политической культуре убивать, стрелять, замахи делать, так сказать, на убийство. У нас никогда такого не было, мы же не Латинская Америка, не Мексика, скажем так, не другие страны, где это в порядке вещей. Так вот, если ситуация доходит до такой точки, значит, никаких церемоний, бесцеремонно будут, скажем так, уничтожаться враги. Вопрос в том, кто будет назначен этим врагом. Ситуация вражды, то есть политическая ситуация из ситуации конкуренции оппонентов, там, контрэлит или контрвластей, или каких-то там бунтарей, диссидентов, переходит в ситуацию вражды. Это, что такое война? Война это всегда вражда, точнее, война вырастает из вражды. Война это всегда отношение друг и враг. Поэтому сегодня внутренняя политика, она может делиться на до покушения и после покушения. Это раз. На до Нью-Йоркской речи, так и Леоновской речи Зеленского и после. И она теперь делится по принципу не власть-оппозиция, а скорее друг-враг. Все, кто со мной друзья, все, кто против, они могут быть врагами. Кто такие враги народа и как они, друзья народа, как они воюют против социал-демократии. Писал один классик, так, в начале 20-го столетия, такую большую книгу. Вот примерно вот так. Это ситуация серьезности. Об этом писали, кстати, много. Вот, допустим, Карл Шмидт, известный политический теоретик войны, вражды, который рассматривал политику, любую, не только внешнюю политику, но и внутреннюю политику, как отношение друга и врага. И он всегда говорил, что ситуация вражды, она всегда создает серьезность ситуации. Но для этого должны быть поводы какие-то. Вот этот повод Зелен. Поэтому сейчас спорить о том, кто там и как и так далее, пусть работают следователи, криминалисты и так далее. Политологи должны сегодня обсуждать не вот эти там, кто заказал и так далее. Что дальше? Как дальше будут развиваться события? Вот сегодня уже, мы же видим, что сразу как бы политика внутренняя наша стала более такой, ну скажем, жесткой. Жесткой, на словах, так, на словах, но потом и дела пойдут дальше. Мы видим, что сегодня в Верховной Раде слуги народа действуют более напористо, так, бесцеремонно, невзирая там на какие-то там процедурные крючки, на которые хотят повесить их там оппоненты или там оппозиция, парламент или там спикер и так далее. Ну, в общем, сейчас пойдет большая зачистка. Зачистка на основе закона об олигархах. Я думаю, что ОРНБО может быть вот на днях, причем не такое уже скайповое, более подготовленное с выводами, с, скажем, решениями такими. Дальше, это уже, скажем, отзыв, назовем это так, Разумкова. Так, это тоже на очереди дня, но потом, наверное, начнут по Киеву действовать, потому что по-любому Разумкова, уже, я думаю, Рубикон пройден вот этот, так, так еще еще называется Рубикон, перейти. Так, если говорить о нынешней ситуации, вот эти два дня, переход Рубикона. И потому что, смотрите, вот Разумков послал на Венецианскую комиссию закона об олигархах. А вот закон о столице, который сейчас тоже, Разумков тоже может, так, послать его туда. И мы не знаем, какой отзыв будет, скорее всего, негативный будет Венецианской комиссии. Поэтому и Венецианскую комиссию тоже по боку. Не ждут, пока придет там ее этот вердикт, так, или там рекомендации. А почему по боку? Потому что, вот смотрите, в чем суть речи в ООН Зеленского, что моральных сегодня образцов нет, что это все лицемерие. Вот он, как любой, скажем так, любой, ну, такой, ну, скажем, человек еще не переработанный рутинной политикой, да, где вот эти все политессы, политкорректность и так далее. Кстати говоря, это не его стиль, это стиль больше такой напористый, популистский, ну, как Трампа, например, как ряда других. Их, это да, да. Трамп же тоже говорил, что надо ООН разогнать. Яркий, да. Да, вот это все. Так вот, это срыватели массок лицемерия. Европа коррумпированная, потому что северный поток с Россией договорились. Поэтому шридеризация, меркализация Европы, это что? Нам такая Европа нужна. Это вы учителя такие, это вы судьи, а судьи кто? Так, ООН, хорошо, вы тут всех учите миротворчеству, пацифизму, миру, дружбе и так далее. Вот, а что вы сделали для того, чтобы, ну, как бы конфликты решить, помочь решить конфликт на Донбассе? Обеспечить вакцинами страны. Это, да, второй момент, третий, вы Крымскую платформу проигнорировали и так далее. Запад, вы лицемерные, вы лицемеры, когда-то, может быть, вы давали, скажем так, золотой стандарт морали политики, но сегодня вы полностью отбросили свои обязательства помощи странам, которые там являются жертвами агрессии и так далее, потому что даже некоторые скрытые упроки Байдену были, так, в адрес Байдена, так. Конечно, с НАТО надо дружить, но в военном отношении. Понимаете, все хорошее Запада мы можем взять, там, помочь в военном строительстве, там, какие-то инвестиции. Вот эти все ценности европейские нет, а вот эти все ценности права и закона нет. Почему нет? Потому что Запад сам лицемерен, он сам ушел от этих своих ценностных ориентиров, либерализма и так далее. В принципе, этот либеральный, антилиберальный бунт, простите, антилиберальный бунт, он начинал кто? Начинал Путин, Мюнхенская речь, антизападный бунт такой, так, и Россия перешла на, скажем так, суверенный путь развития. Сначала была управляемая демократия, а после 2007 года, когда была Мюнхенская речь, суверенная демократия пошла. Потом, в конце 2000-х, начало 2010-х годов, к этому антилиберальному бунту, но уже на других основаниях, уже подключились на базе борьбы против мигрантов незаконных. Подключилась Польша и Венгрия, такие бунтари, центральноевропейские бунтари, которые обвинили в западе лживости и в скрытом, в таком негласном союзе Брюсселя и Африки, что вот приезжайте, но мы не для того шли в Европу, чтобы нас наводняли квотами сирийцев, там, Сомали или там, Щада. То есть мы готовы помогать, но чтобы это было равноценно? Нет, мы не для того боролись с коммунизмом, для того, чтобы попасть в диктатуру неолиберализма и мультикультурализма. Мы должны сохранить свою, как Орбан писал, тысячелетнюю культуру, культуру Венгрии, тысячелетнюю культуру Венгрии, потому что эта миссия такая остается. Ну, в общем, это такой суверенистский или суверенный тренд, так? И никто уже не рассматривает Запад как образ, как стандарт, которому надо подражать. Вот это закончилась эпоха подражательства, имитации Западу. Кстати говоря, тут хорошего тоже, кстати говоря, мало, потому что тут мы сильно боролись с внешним управлением. Но так, в этой стране многие боролись с внешним управлением. Но внешнее управление, это еще, знаете, это еще придерживаться права, придерживаться законности. Это еще Европейский суд по правам человека. Это еще, понимаете, либеральные стандарты прессы, независимой прессы. А сейчас, поскольку Запад лицемерен, продажен, коррумпирован, думает только о себе, любая страна может сказать, мы тоже тогда должны думать только о себе. Мы не должны вам подражать. Вадим Юрьевич, это противоречие просто. Поэтому вот эта речь, ООНовская речь, это разворот. К суверенной политике, к более самостоятельной политике, без учителей, без моральных этих указаний, без каких-то авторитетов, которые нам указывают исключительно верный и светлый путь. Мы теперь сами будем этот путь искать. Внутри и вне. Внутри. Руки развязаны сегодня. Вне тоже руки развязаны. Не случайно же. Вот все последнее время Зеленский говорил, НАТО, возьмите НАТО. Ага, не берете? Да же, получить отказ. ВИЕС не берете? Северный поток построили? Построили. Мы вас спросили, не стройте. Вы продажны, вы продали. Вы продали Европу, Россию. Теперь вы видите, что происходит? Говорит, Путин газовой давкой, скажем так, эту западную Европу берет в плен, берет в клещи, берет в петлю газовую. Значит, вот так вам и надо. Значит, мы вас в этом смысле слушать, прислушиваться не будем. Какая Венецианская комиссия? Эпоха заканчивается. Вадим Юрьевич, хорошо. Закончилась большая эпоха подражания либеральному Западу и закончилась либеральная эпоха. Я это говорю с сожалением, потому что может с этой уходящей эпохой либерализма или либеральности уйти защита прав человека, верховенства права, верховенства закона, судебной системы и так далее. И это развязывает руки внутренним властям, которые раньше боялись Брюсселя, Америку, Страсбург боялись, Паре, Венецианскую комиссию боялись. И все внутренние свои дела делали с оглядкой на Запад. Сегодня уже с оглядкой на Запад политику проводить никто не будет. Оглядки не будет, но тем не менее. Владимир Александрович на Генассамблее ООН, он взывал к миру, приезжайте к нам, посмотрите, что происходит в зоне конфликта, приходите. Ну и не приедут, ну и что? А дальше он скажет, вы нас бросили, вы нам не помогаете, вы нас бросили, вы лицемеры, вы обманщики. За вашими красивыми, прекрасно душными фразами о мире, о агрессии России, о войне, о жертвенности Украины стоит, скажем так, банальное кидалово, если говорить сленговым языком. Вы лицемеры, вы недееспособны, не эффективны. Зачем нам ваши институции, зачем ваши нам поучения нравственные, если вы нам не помогаете? Вы от нас много хотите, вы хотите, чтобы мы наблюдательные советы нашинковали вашими людьми, вы хотите, чтобы наши суды были нашинкованы вашими иноагентами. Но теперь вы не имеете на это, по крайней мере, морального права. Пока у нас есть ситуация, скажем так, сложная в экономике, мы нуждаемся во внешних инвестициях и так далее. Да, конечно же, не будет такой риторики, скажем, откровенно антизападной, как там у России, там, как у Китая, или там, как у других. Но это будет такая большая риторика, похожая на ту, которую транслирует вот последнее время, уже в течение 10 лет, Виктор Орбан, который начинал как западник, будучи молодым, скажем так, политиком посткоммунистической Венгрии. Кончинский, так, и Дуда, Моровецкий, Польша, вот примерно в таком плане. Так, Восточная Европа заявляет о себе как каком-то новом полюсе Европы. Не России, а новый полюс Европы, который как раз и будет хранителем вот этой истинной Европы, которая не испорчена, там, ЛГБТ, там, не испорчена иммигрантами, не испорчена вот этой мультикультурализмом, и мультирасовостью, мультиэтничностью и так далее. Потому что Восточная Европа, это примерно однородные и моноэтничные нации и так далее. Вот это называется нелиберальная демократия или иллиберальная демократия, где либерализм потерпел крушение. Западноевропейского такого или атлантического плана. Это поражение атлантизма, как геополитической философии, которая делает ставку, или точнее приоритеты, у которой это права человека, права меньшинств разного рода, культурных, этнических, политических и так далее. Нет, это мажоритарная демократия. Миноритариям здесь нет места. Миноритарным группам здесь места нет. Они должны подчиниться беспрекословно национальному большинству, ведомому, лидерами, такими, которых голос звучит громко на весь мир, таких как Качинский, как Орбан, как ряд других, кстати говоря, скажем, ораторов, которые тоже, скажем так, трясли это ООНовское, скажем так, здание, ну, в условном смысле, конечно, как институцию, так, и голоса которых до сих пор помнят на Ген-Ассамблее и так далее. То есть, это выступление такое, чтобы услышали, чтобы услышали, так, с одной стороны. Услышали, увидели. Вот часто, вот сегодня говорят, там, ну, мало людей. Ну, там всегда на выступления, кстати, немного сидит. Попрос какой дальше пойдет, какая дальше волна пойдет, понимаете, вот это главное. Ну, и, конечно же, вот в этом смысле это и чтобы услышали, чтобы помнили, чтобы запомнили. Во-вторых, это и симптомы вот этого нового поворота внутренней и внешней политики. Вадим Юрьевич, давайте от международной политики вернемся к политике внутренней. Буквально у нас три минуты осталось. Киев, вы уже сегодня вспоминали о борьбе за столицу Украины. И вот пришла новость, Киевсовет назначил экс-начальника полиции Киева Андрея Крыщенко заместителем главы КГГА. Это предложение Кличко поддержал 91 депутат. Зачем Виталию Владимировичу Андрея Крыщенко как заместитель главы КГГА? Ну, во-первых, это профи, силовик, да? Очень важно. С точки зрения укрепления в случае обороны против натиска власти, вот, обороны Киевсовета, не оборона Киева, оборона Киевсовета и Киевской мэрии. Ну, это шутка немножко. Но это тоже многозначительно, что, как бы, во-первых, это... Любой здесь начнет расшифровывать это, как какой-то негласный такой криптосоюз Кличко и Авакова. Так, во-вторых, Кличко и Крюченко, да, хорошее, скажем так, всегда было взаимодействие. Так, потому что начальник полиции Киева хорошо работал в связке. И, вот, ну, человек опытный, нельзя же его оставлять где-то в стороне. Нашли применение. Вот, но это еще, скорее, не столько, главное здесь, не столько предоставление должности, так, такой утешительного приезда Кличенко, сколько сигнал, намек, месседж, послание центральной власти, что так просто взять Киев будет сложно. В общем, опять-таки, пламя вот этой внутренней политической, политической, или там внутриэлитной войны, оно постепенно-постепенно разгорается. Будем следить. Задача, период, когда надо было просто газету «Искра» взять, выпустить и под контроль взять, потому что из «Искры» возгорится пламя, так, вот, он закончилось. Теперь уже не надо «Искра», «Искра» уже есть. Она фактически была вчера покушением. Вот эта «Искра», это детонатор. Теперь ситуация станет более явной, более откровенной. Никто не будет уже, скажем так, какими-то такими обходными дипломатическими фразами камуфлировать свои истинные намерения, она переходит в открытую фазу. Ну, то, что для Кличко известно, это называется «фулл контакт». Но власть тоже, скажем так, не против вот к такому «фулл контакту» и жесткой борьбы за доминирование. Это вопрос о власти. Сейчас решается вопрос о власти. Кого, какой и насколько, между прочим. Потому что это либо закроет путь ко второму сроку, либо откроет уже путь к переизбранию в Зеленск. Вадим Ильич, говорим огромное спасибо за то, что были сегодня в нашей студии. Друзья, не забывайте подписку на наш канал, не забывайте о подписке на канал «Говорит и доказывает Карасев». Лайки, комментарии, все это есть под видео. Спасибо за доверие. Да, спасибо. Не забудьте подписаться на «Говорит и доказывает Карасев».